Ребята, всем привет! Это не наша машина! Стой, слайд! Ой, господи, какая она неудобная! Не надо такие машины выпускать в плечах. 24 бакса за 450 грамм. Запах стоит сумасшедший. Свет настоящий! Ого, здесь жара чувствуется прям. Но то, что они делают массаж коровому, это круто. Ребята, всем доброе утро! Сегодня мы едем на LA автошоу. Короче, сразу говорю, какая ситуация. Значит, чувак, который нас должен проводить, он 4.30 только освободится. Мы придем от имени Кондрашова. Александр ей скажет, что мы очень крутые блогеры и нам нужны медиапассы. Что, прокатывает это, хотя? Я думаю, что прокатит, потому что, во-первых, у нас уже наши имена там есть. Хотя бы одно имя, если где-то там будет, обозначено, они дадут. Сегодня Александр Кондрашов получит официально имбитейшн. Ну, все, ребята, не прокатило. Покупаем билеты. И в этом видео мы покажем, как произойти на автошоу, если у вас есть деньги на билеты. И сейчас лайфхак номер один. Вы подходите к кассе, достаете деньги, отдаете. Ставь лайк! Ребят, мы зашли в кастомные тачки. Машина как будто из мультиков. И они настолько чистые, на них, наверное, не ездят никогда. Такая яхта стоит 58 тысяч долларов. Ох, как же круто они сделали, да? Ребят, можете набить любую надпись какой-то входить. Смотрите, что здесь только нету. Ну, мустанг прям красота. Смотрите, какой прикольный баталлок. 60 тысяч долларов стоит такая машина. Это Chevrolet. Russian parking only. Ukraine parking only. Испачкаем бабушкин ковер борсучьим молоком. Смотрим. Иисуси Тряпка без особых проблем исправит любое положение. И если вам не понравилось, как Иисуси Тряпка справилась с ситуацией, можете сбить ее. Патриоритетные машины. Красиво сделаны, да? Мне они очень нравятся. Мне кажется, что они с таким вкусом сделаны вообще. Целая пура с машинками. Вот это круто. Здесь можно попробовать радиоуправляемой тачки, которая 100 километров в час. 100 долларов, друзья. И тот, да? 100 долларов, это 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. У нас в Волгограде средняя зарплата 15. 160 километров в час. Вот такая машина едет. Мы вчера, кстати, ее протестировали. Мы такси заказали. Очень комфортная тачка. Это тачка. Блин, аж дыхание сперло. Специальная программа в Курсадесе. Мальчик. Нам даже не нужно айфон, Снасть. Ай-яй-яй. Огонь. Самое популярное в Эмиратах, наверное, и в России. Больше нигде популярность не пользуется. И колесо вот это вот нафига оно здесь нужно. 560-й. 2018-го года. Кабриолет. В Пэшечке. М5-я новая, кстати. Сейчас она придет в автопарк BMW. Нам обещали ее одним из первых, дать, потестировать. X7. Пока это концепт, но мне нравится. Как владелец ландкрузера, не могу, конечно, не зайти в Тойоту. Вообще не знаю, что это за машина такая, но выглядит очень симпатично. Такой family style внедорожник. А, это концепт. Эдвенчер. Крутой. Что это за машина? Я думаю, что они порвут рынок, как только это выйдет. Она будет стоить 25-30 тысяч долларов. Когда вы берете такую машину в кредит, либо в лизинг, вы не платите никакие налоги. Вам наоборот там чуть ли не субсидии государство предоставляет. И на нее очень низкий будет процент, если вы будете брать в кредит, потому что электрокар. Здесь Model X. Это 120 тысяч долларов. Да. Очень удобная посадка. Пока для меня это топовое СТС. Range Rover Frunk. 87 тысяч долларов стоит. И это электрокар, что ли, получается? Давайте посмотрим, залезли сюда снаряга. Но багажника вообще нету. Что это за багажник? Ой, господи, какая она неудобная. Еще Range Rover есть. 52 тысяч долларов стоит. Но он тоже странный. Но получше уже. Почетче. Звездная война, руля. Приветствую вас, земляне. Вот это космические тачки. Вот это я понимаю. Ручка, и они могут прожектор крутить в любую сторону. Машины полицейские, когда списывают, продают обычным людям. Снимают только люстры, вот эту всю хрень. А движки все прокачаны и расточены. И люди потом кайфуют, гоняют. Придумали портатив. За 10 тысяч долларов вы можете на электрической машине кататься. Доброе утро. Сейчас я вам покажу, как типичные американцы начинают свое утро. Они выходят такие, тешут спину. Говорят, доброе утро. Да, и говорят, разминаются. Разминаются, да. И совершают пробежку. Ну, на самом деле, мне кажется, вообще грешно не бегать в таком месте и с таким климатом. Здесь постоянно солнце светит. Прохладная погода, причем сейчас градусов, наверное, 18. Вот прям идеальная для бега. И то, мне кажется, сейчас даже жарковато будет. Поэтому надо было пораньше встать, когда здесь ночью бывает до 3 градусов температура падает. Ты задаешь темп, Роди. Сначала медленно, разминаемся. Ну, как-то так. Руди, у нас хоккеист еще и бегун. Вот это огонь. Слушай, Руди, я бы на твоем месте каждое утро бегал. Ты посмотри, как здесь круто. Ой, воздух какой крутой. Как будто замерзом, да? Да, пахнет соснами. Реально смеет. Сейчас выйдет из Сони самая крутая камера, которая такая есть вообще в мире. И я тебе ее подарю, если ты 10 раз, в следующий раз, когда я приеду, мне на камеру подтянешься. Договорились? Да, договорились. Если меня смотрят, мэр Москвы или те, кто благоустройством занимается. Ребят, просто обратите внимание, как все грамотно сделано. Везде лавочки, есть зоны для барбекю. Беговые дорожки, велосипедные дорожки. Вот, кстати, запрещено. На скейте, на машине. Волейбольная сетка. Пруд. То есть можно и рыбу половить. И в волейбол поиграть. Прикольно, да, лежит кресло, и написано free на нем. Ну, то есть люди, люди вместо того, чтобы выкинуть, выкинуть. Здесь еще телевизор, детектор стоит. Вышел месяц назад айфон, и я его купить не могу, уже три дня за ним гоняюсь. То есть они появляются, их сразу раскупают. А доставка пишет сегодня 2 декабря, доставка пишет на 18 декабря. Еду покупать. Надеюсь, это не говно, хотя многие уже выпустили ролики в интернете, что их сдают, меняют. Потому что, ну, на самом деле, меня больше всего интересует камера, которая там есть. Вот, честно, покупаю только из-за камеры. Потому что постоянно фотографируешь в инстаграм, постоянно делаешь всякие трансляции, истории и прочее. Ну, то есть как рабочий инструмент, так бы не купил вообще. Ну, у меня вполне моя семерка устроит. Первый раз, что мне так сложно купить айфон. Принесла айфон и сразу же его уронила в коробке. Это плохой знак. Кстати, насколько он меньше седьмого? Семь плюсов. А экран больше сейчас получается. Больше, ребят, видите, надо в аэропорт, поэтому мы не успеваем все это делать. Идет восстановление из iCloud. Айфон сырой, ключный. И первые впечатления, в общем, пока такие. Но камера хорошая. Не стоит, как чугунный мозг. Со всеми налогами, 1238 долларов, плюс чехол 42 баксов. Но чехлы, конечно, крутые. И обязательно покупайте оригинальные, потому что они с защитным бортиком. Как бы ваш телефон не падал, он никогда не разобьет. Знаете, чем заправки американские отличаются от российских? Тем, что ты берешь пистолет и он не пахнет, то есть не нужны перчатки. Я вот спокойно нюхаю руку. Вообще ноль запаха бензина. Не знаю, может быть здесь какой-то особенный пистолет. За счет, может, вот этой штуки он не попадает на ручку. Я заправился на 50 долларов, это чуть больше, чем 15 галлонов. Регуляр, то есть это 87-й у них. Ну, самый дешевый, грубо говоря. Крутой фарш стоит 400 грамм 8 баксов. Котлеты стоят с 400, ну, одна котлета, наверное, стоит 8 баксов. Салман стоит 24 бакса за 450 грамм, то есть получается 50 долларов в килограмм. Нормально. Этот, может быть, немного длиннее. Котлеты? Да, этот, но следующий. Чувак, это должен быть средним поражением, это все будет гуд. Это будет с кровью, его можно таким есть, да? Вообще, это другое мясо. Но то, что они делают массаж коровам, это круто. Он сказал сам, да. Я первый раз вижу такое мясо вообще жирное, и при этом оно мягкое, оно не жилистое, а это именно жир. Он будет прям плавиться, когда вы будете его готовить. Его надо чуть-чуть подольше даже готовить, потому что этот жир должен расплавиться. В старости, наверное, заведу коров и буду в свою фермерскую лавку хочу сделать. И буду продавать мясо. Мне кажется, это крутая тема. Будешь приезжать ко мне в мясную лавку? Конечно, я даже знаю, в каком городе ты заведешь. Да, и буду по-любому, хоть одну корову я точно напою пивом и массажей буду делать. Кстати, мне кажется, это офигенно сработает в Москве. У нас же очень много людей, которые готовы за лакшери продукты платить огромные деньги. Если действительно нанять массажиста, притащить пиво хорошего немецкого, да. Там еще порода, видишь, там порода специальная должна. О, говорит, около 150 долларов 4 куска должна стоить. Сейчас посмотрим. Если учесть, что в магазине обычное стоит 16 долларов, ну, как обычное, обычный стейк ребай в магазине стоит ровно 16 долларов. Добрый день, и в следующем 3. Хорошо, звучит хорошо, спасибо. Красота. Видишь, какое оно, совсем другое. Сиди, 75 долларов. Ну, оно вообще нормально. Нет, сколько? 96. 96 баксов. Ну, примерно то же самое, что в магазине, чуть-чуть дороже. Сейчас поедем, будем готовить. Я надеюсь, что оно нас не разочарует. Как в Америке, елки продают. Целый развал елочный. Ой, какие крутые елки. Запах стоит сумасшедший. Прям идеальные елки. Запах стоит сумасшедший. Это какая-то особая порода, что ли, не понимаю. Да. Не в России, не такие елки. Лена грила, они... Как искусственные. Голубая хвоя, они... Голубая ель, да? Да, да, они возле Кремля растут. Да, 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 вот она. Смотрите, вот самые дорогие, это вот 149 долларов, да? Это 9-10 сайз. Прям посмотрим. Их все раскупили. Она живая на самом деле, но выглядит как искусственная, как дорогая, крутая искусственная елка. Вот такой вино красивый. Вот это очень красивое. Вот она, мне кажется, это голубая. Голубая ель, скорее всего, да. Она маленькая и при этом очень пышная и красивая. 69 стоит баксов. Декоративные снеговики и олени. Вот, ребята, кто бизнесом таким занимается, достаточно просто сделать. Прикольно, смотрите, я думаю, в России тоже будет продаваться. Я бы такого купил бы себе, если недорогой. Так что, ребята, кто елками занимается, вот вам. Идея, как немного разнообразить свой бизнес и заработать на, казалось бы, таких мелочах. Можно нормально денег заработать, потому что себестоимость копеечная. Главное смекалка и креативность. Паван меня привел опять в магазин очередной, типа ОБИ нашего. Здесь вот можно искусственную елку купить. Стоит 150 долларов. А, крепежи для крыши. Сейчас полезем в стаи. Украшения по 6 долларов. По доллару вообще вот какие-то тут. Ну, все очень красиво сделано. Samsung в последнее время очень хорошо продвинулся в стиральных машинах. И смотрите, какие крутые есть стиралки. То есть у нее и сушка, и стиралка сразу. И при этом она стоит 1800 баксов. Ну, плюс налоги около 2000 долларов будет стоить. Ну, вот цены видите, да? Вот по акции можно за 200 долларов купить. Да. Почему-то у них все сверху они грузятся. Не знаете почему? О, давайте посмотрим, сколько кухня стоит. Просто интересно. Вот такая кухонька стоит 7000 долларов. А такая 9000 долларов. Смотрите. Мужики, для вас контент. Инструмент вот такой вот стоит. Огромный. 20 баксов. Ну, я думаю, у нас в принципе такие же цены, наверное, не сильно. Но дешевле. Вот за 9 баксов можете набор отверток таких взять. Холодильник, смотрите, здесь нажимаешь, и вам лед сыпется. 1000 долларов стоит. Круто, как у вас, да? Очень похоже, да. Вот, кстати, плита стоит 899 долларов. Вот я не знаю, сколько это, кстати, дорого это или нет. Но микроволновка за 329, мне кажется, дорого. Но она огромная сюда, можно просто человека засунуть. Всем привет, спасибо, что подписались на Санин канал, смотрите это видео. Сегодня мы жарим стеки. Смелее за мной будет интересно. Мы сейчас выкладываем куски на разогретый гриль. Куски ничем не обрабатывались, не солились, не перчились. Да, мы будем поднимать и просто смотреть, как они прожарились. Сейчас мы еще посолим, поперчим, именно в таком виде. Крутые блогеры, они всегда что делают, то и говорят. Закрывай холодильник, кладу масло, закрывай холодильник. Иду к стейку, спрашиваю Лену. Лена, готов ли гарнир? Лена говорит, гарнир не готов. Дубль 2. Лена, готов ли гарнир? Вова, гарнир не готов. Лена сказала, гарнир не готов. Сань, я надеюсь, ты это не будешь выставлять. Берите их вот примерно такой толщиной, то есть где-то 3 пальца. Вы можете точно так же приготовить. Вкус мне понравилось. Нет, оно мягкое. Его реально можно не солить, не перчить, оно вкусное. Вот действительно мягкое и вкусное. Ну, короче, по 2 минуты жарьте, я думаю, нормально. Мы передержали немножко тонкий. Приятно вам всем, аппетит. Смотрите, как мы сегодня дом украсили. Вообще здесь все украшивают дома. Соревнуются, у кого красивее. Сейчас я вам покажу просто соседи. Ну, это, кстати, обычная улица. А есть улица, где прям люди заморачиваются настолько сильно, что там, как в Диснейленде. Висят книговики, Микки Маусы, всевозможные. Какая здесь атмосфера ночью. У нас отличные новости. Мы едем на встречу к Диме Далая. Они там придумали какое-то новое шоу кулинарное, еще что-то. Дашь очки померите? Почему? Мне интересно идут. Кстати, ребята, ты знаешь, что очень многие пишут, что Настя пошла бы подстричься под каре? Один человек написал, а ты спалила. Двое уже написала. Я тоже идут эти очки. Я хочу подстричься. Саша мне не разрешает. Ребят, сделайте хэштег Настя подстричь и под каре. Настя, девушка должна раздвинуться. Он мне не разрешает. Мы с ним спорим уже очень давно, хотя мне очень идет. В общем, приехали к Димону, а он трубку не берет. Мы приехали, звоним, ты трубки не берешь. Где ты вылазь давай, открывай халупу. Здорово, дядь. Салют. Как жизнь? Хорошо. Сколько стоит хата здесь? Около двушки. Одна комната. Да. Андрей Олегович, самый известный в Волгограде криптомайнер, мифиозия, да? Фермеры. Фермеры. Смотрите, Димон знал, что я приду и специально подключил показать, какие у него фермы. Вот фермы, смотри, статистика. Мегахэши сколько? Ну на биткоин гол сейчас мало стоит штук, 5? Нет, посмотри, сколько? Ну упало, да? Там сложность выросла, все начали его майнить. Да, да, сейчас нормально биткоин гол. Так что, ребят, у кого зеленые карты, инвидия на биткоин гол перекинется. Ого, здесь жара чувствуется прям. Да? На крыше жарко. В общем, за 2000 долларов вы можете жить в таком прикольном месте. Там он Баверли Хиллз. Здесь это район Голливуда. Но учтите, что вы должны оплатить на год вперед. Это мой бассейн. Теплый. Очень теплый, с подогревом. У меня была один раз ситуация, короче, на день независимости 4 июля. Я вышел сюда на басик и дрон хотел запустить, потому что прям над Голливудом летал дирижабль. Я, прикинь, только начинаю включать дрон. Вот только я его запустил программу, я не знаю, совпадение или нет. Просто вот здесь, в даунтауна, поднимается полицейский вертолет. И просто вот так вот, просто надо мной подлетает. Я такого никогда не видел. Здесь всегда летают вертолеты. Но он просто над крышей прям вот так начинает парить. И у меня сбит компас, все, на дроне. Я вообще не могу его запустить, прикинь. Я такой, босс, босс. А он прям вот надо мной. У меня прям ваш воздух. Майкл Джексона, расскажи. Такие звезда Майкла Джексона. Но не тому Майклу Джексона, известному, а другому радиоведущему. И когда Риал Джексон умер, начали многие по ошибке сюда цветы носить. И он в твиттере писал, говорит, я бы, конечно, рад, если бы это Майкла вернулось. Но я еще пока жив, типа, хватит носить на эти цветы. Вот это настроение, да, создаёт? Красивая ёлка, так? Да, просто я такой не каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok